СПОСОБЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ИНТЕРЬЕР Сегодня наша тема – озеленение интерьеров. Способы озеленения интерьеров. Фитодизайн интерьера – это увлекательнейшие занятия и прекрасная возможность гармонизировать свое жизненное пространство, организовывать уютный зеленый уголок для отдыха. ПРАВИЛО ОЗЕЛЕНЕНИЯ Однако растения не только украшают дом, но и очищают и увлажняют воздух помещений. Зеленый цвет благотворно влияет на нервную систему, снимает стресс. Как разместить комнатные цветы в доме? Можно просто расставить горшки рядами на подоконниках, кактусы – на южные окна, фиалки – на западные, традискансы – на стену подвесить, пусть очищает воздух. Но способы озеленения могут быть разные. На них тоже существует мода и есть свои правила для каждого метода. ФЛОРАРИУМЫ Большой популярностью при оформлении интерьеров квартир пользуются разнообразные композиции из растений. Миниатюрные сады, флорариумы, полюдариумы и прочие оригинальные творения с необычными названиями. Все это несложно реализовать в своем доме и получить от этого массу позитивных эмоций. Ведь озеленение жилища – это увлекательный процесс, позволяющий реализовать свои творческие способности. Ну вот, пожалуйста, еще вариант. Сюда идут провода. Я так понимаю, что там внутри что-то включается. Интересно будет посмотреть, как это будет вечером смотреться. Большое комнатное растение, например, пальма или монстера, может быть представлено в интерьере как одиночное – солитер. Оно обязательно должно быть помещено в красивый декоративный контейнер и выглядеть здоровым и ухоженным. Солитеры рассчитаны на восприятие издали. Крупномерные растения размещают обычно на полу или на низких подставках. Вокруг должно быть свободное пространство. Цветущее растение поменьше может создать цветовой акцент в интерьере. Поставьте антуриум с яркими глянцевыми цветами на низкий столик и посмотрите, как оживится ваша комната. Композиция в контейнере В низком широком керамическом контейнере можно посадить сразу несколько комнатных растений. В качестве посуды для такого мини-садика подойдет и низкая плетеная корзина или плошка. Можно создать красивую композицию из растений или миниатюрный ландшафт, сказочный сад для сей, парковый пейзаж или уголок пустыни. Растения можно посадить все вместе в субстрат, следуя правилам подбора комнатных растений для композиций. А можно поставить каждое растение в своем небольшом горшке на тонкий слой торфа, песка или гравия и промежутки между ними засыпать мелкой галькой или керамзитом так, чтобы скрыть края горшков. Вот посмотрите здесь на эту фотографию. Здесь как раз представлено то, что мы сейчас с вами читали. Каждое растение сидит в отдельном горшке. Все это поставлено в плошку и сверху засыпано керамзитом. А создается впечатление единого целого. Вот. Композиции из отдельных емкостей. Преимущество второго способа. Растения подбирают только по декоративным признакам и требованиям к освещенности, а поливают и подкармливают каждое отдельно. Цветы в отдельных емкостях легко можно поворачивать, чтобы они не наклонялись в одну сторону, вытягивались к свету. Несложно изменять композицию, удалять заболевшие или чрезмерно разросшиеся растения. Мне вот, например, такой способ очень импонирует. Ну, а здесь уже, я смотрю, декорировали ресторан. Замечательно, правда? Продолжение следует...